Итак, лабораторная работа номер 4 на циклы типовые алгоритмы поиск минимума и максимума так, ну и рассмотрим поиск минимума значения на данной задаче составить программу для нахождения минимального значения функции y показано и при x принадлежащей соответственно отрезку от начального, от конечного, шагом h так, ну и как будет выглядеть программа итак, начинаем заголовка так, шестнадцатый пример так, какие перемены нам здесь понадобятся, ну во-первых понадобится x, понадобится x начальное понадобится x конечное понадобится шаг понадобится a коэффициент, понадобится коэффициент b w так, и понадобится искомая функция y дальше понадобится и now дальше понадобится вспомогательная xmin y при которых получится соответственно при аргументе xmin функция ymin так и сделаем вещественного типа так начинаем писать тело программы кто начинает слоу begin заканчивается end с точкой при помощи оператора ввода осуществляем комментарий что нам необходимо сделать для запуска программы так нам нужно соответственно x начальная x конечная дальше шаг дальше коэффициент а коэффициент b коэффициент w все это вести с клавиатуры так мы при помощи оператора ввода осуществляем вот значение переменных клавиатуры как написали в комментарии тот же самый порядок следовательно так следующее действие текущему значению x присваиваем x начальная так мы начинаем вычислять функцию и присваиваем то же самое по текущему x ymin итак функция у нас коэффициент а умножить на экспоненту минус b умноженное на x так дальше умножить синус w опять на x то есть это мы не нашли минимум при начальном значении соответственно x так теперь воспользуемся циклом поскольку условиям так сначала значение x следующее значение исходя из шага дальше вычисляем искомую функцию так ну и теперь соответственно проверяем минимум текущий больше у как функции вычисленной если да соответственно мы нашли новый минимум Так, и осуществляем переприсвоение. Так, закрываем, соответственно, операторные оскорки. Так, ну а теперь закрываем цикл с пост-условием, который начинался включенным словом repeat и заканчивается until. И проверяем, если x текущая становится больше x конечного. Так, при помощи стандартной процедуры оператора вывода то, что мы получили, соответственно, значение x, при котором нашли мы минимум. Так, ну и минимальное значение функции. Так, скобки закрываем, точку запятую нет необходимости ставить, потому что... Дальше идет end, а перед end мы точку запятую не ставим. Так, проверяем правильность, опускаем программу. Так, если все правильно, значит у нас нет стилистических ошибок. Ну и вводим значение x начальное 1, бесконечное 13, шаг 2. Так, значение коэффициента введем 0,1. Значение коэффициента b 2. Так, ну и значение коэффициента w 3 десятых. Так, ну и вот у нас получилось выражение, что... x с 11 у нас получается минимальное значение y минус 4,4 на 10 минус 12 степени. Так, вот как будет выглядеть основной этап, который мы выполнили среди программирования Pascal. Pascal ABC. Так, следующий этап. Мы воспользуемся сначала электронной таблицей. Хотя это не принципиально, можно и оформлять. Так, дальше пишем слово параметр. Дальше пишем слово значение. Так. Немножко спустимся, потому что нам нужно w. Дальше коэффициент b. Дальше коэффициент a. Там дальше шаг. Дальше x конечное. x конечное. Так. И x. Соответственно начальное. Так. Ну и сразу же поставим значение которое у нас было. 1,13 2,0. 0,1,2,0,3. Так, ввиду того, что здесь есть функция нахождения минимума, я немножко изменю порядок следования. То есть здесь мы почитаем текущий x как так, здесь как x начальная, так, а здесь, соответственно плюс шаг. Так, ну а и до того, что шаг у нас с ячейками должна перемещаться относительно столбца. То есть мы зафиксировали имя столбца. Так, дальше вычисляем функцию, так, перенесем, чтобы у нас опять не перемещалось относительно столбца, зафиксируем. опять нажмем, зафиксируем. Так, опять нажмем и опять зафиксируем. То есть эти ячейки у нас должны перемещаться относительно столбцов. Так, ну и значение x. У нас меняется, поэтому его не фиксируем. так, вот у нас получили значение, искомое, похоже здесь. Так, следующее действие y, соответственно, меню ищем в с помощью функции, вот она уже здесь присутствует. Так, ну и выделяем диапазон. Так, вот у нас нашла. x, в котором получился минимум, найдем воспользовавшуюсь функцией если. так, мы фиксируем столбец. Так, равно, если значение истина, показываем x. если значение не истина, то есть в двойной кавычках поставим пробежку, чтобы было пустое поле. Нажимаем ok. Так, ну и у нас получилось, что при 11 миксе, то есть минимум значение 4 на 4,4 в 12. Проверяем. Ну, то же самое. Тут 2,7, то есть округлево. при 11 миксе. Итак, вот мы выполнены очередной этап, который показал, что все верно. Так, ну и следующее действие, оформление задачи. Так, начинаем следующим образом. с условия задачи. Так, эскриппировать. Так, эскриппировать. вставляем. Дальше вставляем формулу. Так, ингрид. Рауну. А. Так, вставляем. Экспонента. Степень минус. В. 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 алфавита так следующее действие копируем ну и вставляем соответственно программу так ну и пытаемся нарисовать блок схемы алгоритма как обычно вставляем новое полотно вставляем новое полотно так и начинаем со слова бегим так прямоугольность круглёнными углами будет у нас обозначать начало так следующее у нас ввод значений так следующее так у нас здесь идут вычислительные элементы сразу же три напишем в один блок так следующее действие опять вычислительные элементы хоть они и дальше идут последовательно вроде как с этими но ввиду того что здесь цикл придётся разделить так следующее действие у нас проверка условия проверка условия так если условие верно у нас присваивается значение так еще одно условие так еще одно условие так вывод результатов так ну и соответственно конец так при помощи линии со стрелками мы показываем направление выполнения блоков алгоритма у нас это да так 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 Так, ну, указываем правильное направление. Одинаковый плюс. Так, мы не забыли еще одну стрелку, сейчас ее рисуем. Так, ну и начинаем заполнять информацией эти блоки. Так, начало. Дальше. Вот значение. Так, следующее. Присвоение вычисления. Так, следующее действие опять вычисления. Так, условия. Так, если условия являются. Переприсваиваем. Так, и старайтесь сделать так, чтобы линии связи не пересекали ни линий, ни блоков, соответственно. Так, следующее условие. Так, следующее. Так. Так. так если условия верно мы выводим соответственно x-minium-e Вот так вот. Икс меню и икс меню и заканчиваем выполнять программу. Вот так будет выглядеть блок-схема при выполнении данной задачи. Ну и осталось защититься по данной лабораторной рамке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...